В Санкт-Петербург гродненская семья Лишек поехала в полном составе. Поучаствовать в пятом международном конкурсе юных вокалистов 9-летней Маше предложила педагог по вокалу Марина Петухова. Надо сказать, что на победу особенно не рассчитывали. Хотели, как говорится, на других посмотреть и себя показать. Мы всей семьей ездили и получили очень большое удовольствие от участия в этом конкурсе. Только когда мы приехали туда, мы поняли, какой серьезный это конкурс. Маша принимала в нем участие как начинающая вокалистка. Она сравнительно недавно занимается. Поэтому мы не рассчитывали вообще на призовые места. Мы думали просто поучаствовать, посмотреть. Поучиться. Да, большая часть там. Просто даже поучаствовать, приобрести опыт. Действительно, просто участие в этом конкурсе, оно для многих исполнителей очень значимо. Потом, когда мы прошли, Маша прошла во второй тур, мы были вообще очень удивлены. Сама Маша победой очень гордится. Девочка учится в третьем Б-классе городской гимназии номер 5, ходит в музыкальную школу и говорит, что поет с рождения. Может быть, именно поэтому именитая жюри, среди которого лучшая в мире исполнительница партии Кармен Елена Образцова, и австралийский дирижер Ричард Боунин и итальянский оперный певец Бруно Протико заметили гродненскую девочку. Из Питера Маша вернулась с двумя специальными премиями и дипломом. Я хочу сказать огромное спасибо моей учительнице Петуховой Марине Марковне и моим родителям, и моей сестре. Я зовут Настя, она занимается в художественной школе, занимается тоже искусством. Талантливый ребенок – это труд и родителей, и педагогов. Марина Марковна Петухова учит Машу не только вокалу. Поведение на сцене, умение работать на камеру и даже хореография оттачивается в маленькой, ну такой уютной аудитории под пристальным взглядом учителя. Марина Марковна говорит, что победа Маши – это прежде всего заслуга родителей. Я поражаюсь, как мама и папа всегда приходят на занятия, всегда переживают за свою дочь. Все замечания мама тихонечко фиксирует. Записывает на диктофон распевки, записывает на ноутбук или планшет, то, что она сама в чем не разбирается, но дома отрабатывает все именно так, как я хотела бы. То есть это поразительно. Так помогать своей дочери – это очень приятно, и так должно быть. Если в семье все заинтересованы, чтобы ты стал хорошим человеком, хорошим профессионалом, и так тебя поддержат, ну грех, грех не стать великим. Я думаю, у Машеньки большое будущее. Маленькая Маша заверила нас, что когда вырастет, обязательно станет известной певицей. Будем надеяться, что мечта девятилетней Гродненки обязательно сбудется. Тем более, что для этого есть все предпосылки. Юлия Броско, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+.